Одной из ее героинь стала Марина Скорплюк из Краснодара. Она прожила с мужем 16 лет, он был прекрасным отцом. Потом появились тревожные звоночки. Он стал контролировать ее, обвинять в изменах, беременную пятым ребенком. О том, что произошло после, расскажет сама Марина, она на связи со студией. Марина, здравствуйте. Ну вот 16 лет вместе. После чего муж вдруг стал другим человеком. Возможно, триггером стало то, что мы узнали, что будет девочка, долгожданная девочка. Я очень хотела дочку, у меня первые четыре сына, и вот пятая долгожданная девочка. Он начал говорить, что вроде как не может быть такого, что от него родилась дочь. Он сделал из ДНК, он убедился, что дочь его, но, видимо, уже остановиться не смог. Ну, стало сложно. То есть он в это состояние вошел, был в этом состоянии два года. В состоянии навязчивой идеи, что я ему изменяю. Начал контролировать полностью мои действия. Первое нападение было в январе 2019 года. Он просто подошел и начал меня бить. Я была во дворе нашего дома. После этого я поняла, что человек опасен. В кризисном центре единственное, чем мне помогли, это составили иски о разводе. Потом, когда он узнал, что я подожду на развод, он поменял поведение свое. У нас как будто начался медовый месяц, все было хорошо. На моей работе был корпоратив 8 мая 2019 года. Его пригласили тоже на этот корпоратив. Он приехал на машине, он работал в такси, на служебной машине он приехал на рабочий. Мы отлично провели время. Мы сели в машину, довезли нескольких коллег по домам. И вот последнего довезли, коллегу нашего. И уже подъезжали к дому, минут 5-7 оставалось до дома. Он остановил машину и набросился на меня. То есть ему показалось на корпоративе, что все, в том числе я и в том числе мои коллеги, намекали ему на мои многочисленные измены, как он потом давал показания. То есть все делали так, чтобы он наконец-то понял, что я женщина падшая. И намекали на измены. И поэтому он на меня напал. Он напал на меня, выдавил мне глаза. Один глаз левый он меня полностью вдавил вовнутрь. Второй он пальцем вырвал наружу. Глаз у меня висел вот здесь, на щеке. Откусил ухо. Ну и говорил, что я тебя сейчас изуродую и убью. Кому ты вроде как нужна будешь такая изуродованная. Сам поеду, разобьюсь. Спас меня, спаслась я, да, по счастливой случайности. То есть водитель, мимо проезжал водитель, тоже такси. Увидел машину, которая стояла там на обочине с включенной аварийкой. И он подумал, что нужна помощь. Остановился, подошел к нашей машине. Я уже, у меня с этой стороны было откусо на ухо. Глаз уже не было. То есть я была ослеплена, я ничего не слышала. Я просто пыталась выпасть как-то из машины. Вот, водитель подошел со стороны водителя, постучал в окно и спросил, все ли в порядке. В машине было темно, трасса тоже была мало освещена, и он не видел, что происходит в салоне. И по его словам, водитель, то есть мой бывший муж, муж повернулся и спокойно сказал, что да, все в порядке. И водитель просто развернулся и ушел. И захотел прикурить сигарету и повернулся в сторону нашего автомобиля. А в этот момент я нащупала опять ручку. То есть я несколько раз пыталась выбраться из машины. И в этот раз мне опять удалось открыть дверь. И в салоне зажегся свет. И он увидел меня окровавленно. Он побежал в сторону автомобиля, начал кричать, что происходит. Я выпала из машины, пыталась там забиться куда-то под ограждение. Ну и мой бывший муж уехал с места преступления. Марина, скажите, а вот сейчас, что собственно с этим человеком? Усужден по какой статье, а главное, какой срок ему дали? Мужа моего осудили. Муж потом поехал к своему знакомому, другу. Вызвал оттуда полицию себе. Рассказал, что он сделал. Ну, в общем-то, засчитали это как явку исповидной, смягчающее обстоятельство. Ему дали, осудили его по статье 111, часть 1, это нанесение тяжких. Дали ему 5 лет, 5 месяцев. Сады были долго достаточно. То есть год он провел в СИЗО. В СИЗО там денется полтора, считается. То есть мы в срок засчитали полтора года. Скажите, по вашему мнению, законопроект новый поможет женщинам в подобной ситуации? Как вы думаете? Конечно, нужен. Конечно, поможет. И я очень надеюсь, что когда он выйдет, этот закон уже будет работать. И будет распространяться на меня в том числе. Потому как, во-первых, он уже говорит, что выйдет в этом августе. Это действительно возможно по условному досрочному. Он может выйти уже в этом августе. У него доля в нашем доме. То есть у нас общий дом. Куда он, естественно, придет? Спасибо большое. На связи со студией была Марина Скорплюк.